Аленур Велидеде Аглу владеет самым успешным рекламным агентством в Турции. И благодаря своему творческому таланту является его главным креативщиком. В работе я всегда стремился опережать остальных. Способность определить перспективные тренды принесла ему миллионы. Вместо того, чтобы быть счастливым без денег, я предпочитаю быть счастливым с деньгами. Аленур и к деньгам относятся творчески. Диапазон широк. От инвестирования во французскую модную марку до продюсирования голливудских фильмов. Вот за этот рекламный ролик я получил свою первую награду. Он сделан больше в европейском стиле. Этот ролик по своему стилю не очень вписывался в турецкие обычаи, традиции, он был снят и сыгран очень ярко. И краски были тоже очень яркие. Это произвело такое впечатление, что в тот год ролик был выбран лучшим рекламным роликом в Анкаре. Аленур только начал работу в качестве помощника художника-мультипликатора, когда в его карьере произошел удивительный поворот. Там был один парень, который делал всю цветную мультипликацию, а я был его помощником, его учеником. Мы как-то работали, он вдруг поссорился с шефом, встал и говорит, пойду схожу за сигаретами. И больше не вернулся. В возрасте 18 лет, пробыв в учениках всего полгода, Аленур вдруг оказался в очень трудном положении. Ко мне подошел управляющий, говорит Аленур, ты будешь делать этот ролик, это твой шанс, садись и делай, у тебя есть неделя. Он успешно справился с работой и стал художником-мультипликатором компании. Я покажу вам один из своих первых рекламных роликов. Здесь было мое имя. Этот способ мультипликации я называю «вызывать к жизни». Когда я работал в этой компании, кроме меня никто не занимался графической мультипликацией. В то время в Турции его стиль был абсолютно уникальным. Способ заключался в том, чтобы рисовать все от руки, кусок за куском. С технической точки зрения здесь нет ничего сложного, но никто не понимал, как это делается. В 1977 году, в возрасте всего 24 лет, он открыл собственное рекламное агентство. В то время страна открывала для себя прелести цветного телевидения. Аленур оказался в нужном месте в нужное время. Его компания быстро стала в Турции рекламным агентством номер один. Аленур родился в 1953 году в американском штате Мичиган. Когда ему было 4 года, его родители-турки вернулись в Стамбул. Сейчас его дом – это квартира с двумя спальнями на берегу Босфора, стоимостью в 3 миллиона долларов. Снаружи это ничем не примечательный многоквартирный дом. Внутри характерный для Аленура дизайн. Это моя работа. Ну, то есть не все, конечно, только дверь, но в Америке я оформил на этот дизайн патент. В Америке у меня три патента. Металлическая кровать. Это дверь. И металлические шкафы. Особенностью этих шкафов являются ручки. А не от холодильных шкафов, в которых мясники и хранят мясо. Что бы я на себя ни надел, кажется, что я одет в одно и то же. Но мне это нравится. У меня немного галстуков, вернее, я их не ношу. В Нью-Йорке у него тоже есть квартира, которая очень похожа на его стамбульскую. Он может проехать 10 тысяч километров, пересечь океан, сменить континент и везде чувствовать себя дома. Квартира Калинура, обои наклеены только на потолках, и на них изображены заголовки газетных статей, посвященных ему. На то, чтобы обе его квартиры выглядели именно так, как ему хочется, он потратил сотни тысяч долларов. На офис он тоже тратит деньги. Многие его вещи, сделанные из хрома, отражают любовь Аленура к американской культуре. Это Харли Дэйдсон, сделанный по особому заказу. Мне привезли его из Лос-Анджелеса. Он как статуя. Поэтому я решил, что поставлю его дома. Так я, по крайней мере, каждый день на него смотрю. Еще у него есть шесть оригинальных работ его любимого художника Энди Уорхола, работавшего в стиле поп-арт. Он сделал Мика Джаггер. Они оба тут подписались. Двойная подпись. Это вещь. Я покупаю то, что мне нравится, то, что я понимаю. Если мне посоветуют приобрести какую-нибудь классическую вещь, я ее просто не куплю. Сколько бы денег у меня не было, не куплю. Я просто не буду, глядя на нее, получать удовольствие. А вот от своих машин он получает удовольствие. У него есть престижные европейские автомобили, например, последний Рейндж Ровер и Мерседес. Но он обожает американскую классику. У меня появился интерес к американским машинам 50-х годов, может быть, потому, что я родился в Америке. И мой отец купил четырехдверную версию такого автомобиля. В этом есть какая-то ностальгия. Эта машина стоит 78 тысяч долларов. Это, наверное, около 50-60 тысяч. Их цена постоянно увеличивается, потому что их остается все меньше и меньше. Это мои дети, не умеющие разговаривать. Хотя, когда я их завожу, они производят много шума. Сейчас Алинур — национальная звезда. Он был судьей от турецкой версии танцев на льду. К тому же он написал для шоу одну из песен. Властяцкая жизнь Алинура часто становилась предметом интереса бульварной прессы. Но сейчас все изменилось. В июле 2007 года он женился на Энджи Теккер, модельере, семья которой владеет в Стамбуле гостиницей Ридс Каутон. Я не верю в то, что существует какое-то определенное время, когда нужно жениться. Жениться нужно тогда, когда встретишь свою интеллектуальную ровню. Их свадьба в течение нескольких недель обсуждалась в таблоидах, пишущих о светской жизни. Алинур Велидеде Аглу по-прежнему занимается рекламой. И во всех своих главных рекламных компаниях сам возглавляет мозговой штурм. Я все придумываю здесь. Современное поколение, компьютерное поколение, мир интернета, интернет-игры, пульты, деть от них без ума. Я просто мимоходом высказываю идеи. Вот печенье и шоколад. Шоколад будет экраном, а рамой будет печенье. Состояние, заработанное на рекламе, Алинур использует для того, чтобы сделать миллионы в другом бизнесе. Он совладелец французской марки модной одежды «Дайс Кайяк». У него были акции компании, производящей влажные салфетки. Он продюсировал голливудские фильмы с участием Рукшилдс и Роберта Дауни-младшего. А недавно он основал телевизионный кабельный канал. Мы создали спутниковую телевизионную сеть, чтобы транслировать основные турецкие каналы в США. Таким образом, я пытаюсь быть полезным своей стране. Сейчас его состояние еще больше выросло. Он уложил половину из 35 миллионов, нужных для строительства этих 100 домов, возводимых возле Стамбула. Его следующий строительный проект будет стоить уже 300 миллионов. Он сделал миллионы, тонко чувствуя тенденции как в рекламе, так и в инвестициях. Но в сердце этот человек художник. Это одна из моих любимых работ. С помощью трех букв, одна поверх другой, я изображаю сексуальные позиции. Ну, не знаю, может, это групповой секс, все возможно. Но если добавить О, получится лав, любовь. Я пытаюсь объяснить, что с любовью секс гораздо более ценен. Аленур выставляется, но не любит продавать свои работы. Потому что я их создатель. Мне нравится то, что я создаю. Парад коров, который проводится в Стамбуле, будет самым масштабным общественным событием художественной жизни Турции. Аленур с головой ушел в работу. Как и в Нью-Йорке, Токио, Лондоне, на улицах Стамбула будет выставлено 150 коров самых разных видов рассветов. Аленур пользуется моментом и делает свою металлическую корову. В данный момент у меня, честно говоря, немного желания материального характера. Если я заработаю еще 28 миллионов долларов, как я их потрачу в оставшиеся мне 30-40 лет? Мне кажется, лучше запомниться делами. Запомниться тем, что ты сделал, запомниться своими идеями, произведениями и так далее и тому подобное.